Как говорится, не опять, а снова. Но перед тем, как мы с вами начнем, я хочу вам быстренько кое о чем рассказать. Этот год подходит к своему логическому завершению, и нам остается только ждать и надеяться, что следующий принесет с собой счастье, радость и спокойствие. Но это не единственное, что многие из нас ожидают, потому что каждый год мы произносим одну и ту же фразу «Новый год — новый я», но почему-то забываем о данном себе обещании. Так почему бы наконец-то его не исполнить? А начать можно с новой работы или же нового призвания, смотря чего вам больше хочется. А помочь вам с этим сможет Skillbox и их курс «Профессия графический дизайнер». Профессия графического дизайнера — это возможность быстрого входа в IT-индустрию, потому что именно графический дизайнер создает фирменный стиль, рекламные баннеры и занимается креативной стороной покорения соцсетей для IT-компаний. И этим специалистом сможете стать именно вы. И для этого даже не нужны навыки рисования. Нужно ли желание заниматься творческой профессией, которая, кстати, приносит хороший доход, а насмотренность и все необходимые навыки вы будете развивать во время курса. На этом курсе вы узнаете, как создавать уникальный стиль, а также разрабатывать крутые логотипы и научитесь работать в программах Illustrator, Photoshop, InDesign и Figma. И сделайте свой первый проект. А наставниками станут специалисты из крупных компаний. Школа дизайна «Нью-Вше», «Крок», «Х5 Ритейл Групп», «Пиксис», «Пинкмен» и «Лого-машина», которые поделятся вами секретами и опытом. А для тех, кто хочет почувствовать себя в реалиях настоящего графического дизайнера, на курсе помимо основной программы обучения есть ежемесячный дизайн спринты. Участнику курса дается задача, например, создать афишу для мероприятия, и на выполнение этой задачи есть очень сжатые сроки. Чаще всего, как и в реальных условиях, это неделя. Участник курса смотрит интенсив по этой задаче, выполняет задание, и потом эксперты индустрии проверяют его и дают свои комментарии. Учеба проходит в очень удобном формате, а на каждом шагу вас ожидает поддержка и помощь в трудоустройстве после окончания обучения. Также с вами сохраняется вечный доступ ко всем актуальным материалам. А для того, чтобы вы на следующий год не откладывали то, что можно сделать уже сейчас, в Skillbox проходит акция «Учи сейчас, плати потом». Полгода обучения бесплатно, и первый платеж уносите через 6 месяцев обучения. Поэтому, ребятушки, если вы готовы поменять свою жизнь и начать Новый год с чего-то действительно нового, то вся информация по поводу программы обучения и регистрации на курс будет внизу по ссылочке в описании. А также не забывайте, что у вас есть скидка через Новый год аж до 60% на этот курс, плюс второй курс по меньшей стоимости в подарок. А для тех, кто досмотрел до конца, новогодний бонус от меня лично. По промо-коду mtn1 вы получите дополнительную скидку в 5%. Поэтому лучшего момента, чтобы изменить свою жизнь, уже не будет. Решайтесь. Итак, собственно, мои прекрасные и уникальные, как снежинки, зрители. Как я уже говорил, в этом видео мы будем обсуждать новую книгу Александра Полярного под названием «Декабрьский вечер». Главное, чтобы после этого обзора не наступил январский суд. Однако, это видео будет не только про книгу, потому что вас на канале стало гораздо-гораздо больше, и возможно, что кто-то из вас знает или же наоборот не знает о моих взаимоотношениях с этим писателем, и поэтому я решил устроить небольшой экскурс в историю моей, так скажем, тяжбы с Александром Полярным, которая строится отнюдь не на любви, как пишут в фанфиках. Поэтому я отвечу на все вопросы, поделюсь с вами информацию, которую я знаю, и мы, так скажем, окунемся в ретроспективу всех прошедших событий, связанных обзоров и многой другой истории, которая происходит на протяжении уже достаточно большого количества лет. Ну и заодно развеем слухи, сплетни и небылицы. Начнем с того, что в 2019 году я снял обзор на тогда очень популярную книгу под названием «Мятная сказка». Я думаю, что вы прекрасно знаете об этом обзоре, который впоследствии стал одним из самых популярных на канале, и, возможно, в какой-то степени моей визитной карточкой, которую я на самом-то деле не очень-то и хотел. Кстати, «Мятная сказка» изначально называлась по-другому и была самоздатовским проектом на бумстартере, на которое собрали 400 тысяч рублей. Получили ли люди книгу, на которую они скидывались, я, честно, не могу вам сказать. Возможно, это проявит себя в комментариях. Однако, когда Александр Полярный заключил договор с издательством, книгу пришлось переименовать в «Мятную сказку», чтобы она соответствовала как раз-таки правилам Роскомнадзора. И так же произошло с книгой «Стейс Крамер», например, и так далее, и тому подобное. Потому что там в названии было слово на «С». Само выпил. Но, знаете, что самое интересное? То, что в 2019 году книга стала одной из самых продаваемых и разошлась тиражом в четверть миллиона экземпляров. Мой обзор на «Мятную сказку» был не простой, а разоблачающий. Потому что в 2017 году Александр Полярный все так же собирал деньги, но уже на другую свою книгу «Тлеющие ветви леса блум». И собрали тогда 800 тысяч рублей. Книга и мерчендайз, связанные с ней, так и не вышли. Как возвращались деньги, я тоже не знаю. Вся информация есть в интернете. Вы можете посмотреть мое старое видео. И вообще, все обзоры на книги Александра Полярного есть на канале. Поэтому устроите себе вечер прекрасного кринжа и окунитесь во все это дерьмище вновь. Почему бы перед Новым годом себе такое не позволить, да? Естественно, из-за того, что мой обзор был наиболее популярным, касаемо личности Полярного и его творчества, и того, что он делал или не делал с деньгами, собранными на другие его книги, он обвинил меня в том, что я занимаюсь целенаправленной травлей. Однако, в интернете нет никаких подтверждений или доказательств этому. Поэтому имеем, что имеем. В 2020 году выходит книга под названием Юпи. И это скорее комикс, нежели полноценная художественная книга, которую Полярный представил с авторствой с иллюстратором мистером Сопкиным. И в этот же момент начинается рекламная кампания этого произведения. Потому что именно тогда Александр Полярный заявил в интернете, что если его книга не раздается тиражом в 100 тысяч копий, то он уйдет из этой жизни. Какой жизни? Непонятно, писательской или своей? Но в любом случае это разлетелось по интернету уже не из-за меня, потому что когда я снял видео, все уже хаяли Полярного насчет как раз-таки его обсессии с самоликвидацией. Немного погодя, буквально меньше месяца спустя, Александр Полярный заявляет о том, что он завершает свою авторскую карьеру. Но, увы, сказка продлилась недолго, потому что в конце 2020 года выходит продолжение мятной сказки, снежная сказка. А в январе Александр Полярный заявляет о том, что выпускает еще одну книгу «Одна ночь в зимнем саду», но уже сам и в интернете. На нее тоже скидывались деньги. Я тоже был одним из тех, кто скинул на нее деньги. И потом, спустя десяток переносов выхода этой книги, она вышла в издательстве. И вот весной 2021 года становится известно, что Александр Полярный подал в суд на трех блогерах, среди которых был и я. По статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Иск приняли в январе, я узнал о нем в марте, и в мае уже все закончилось, потому что Александр Полярный растягивал эти сады, как только мог на самом-то деле. И самое забавное, что переносы книги «Одна ночь в зимнем саду» всегда совпадали с днями наших заседаний, о котором Александр постоянно всем рассказывал. Но не суть-то дела, потому что судья посчитал, что какого-либо основания для создания настоящего дела нет. Александр Полярный выдумал какую-то придурь и оставил дело без рассмотрения. Собственно, техническая победа была засчитана именно нам. После этого Александр Полярный еще несколько раз возвращался в соцсети в течение какого-то периода времени и умолял своих подписчиков скинуть ему деньги на лечение, на гречку, на пятое, на десятое и так далее и тому подобное. Короче говоря, бедствовал и не мог понять, почему же у него такая сложная судьба. Этим летом вышла книга под названием «Тлеющие ветви леса Блум», на которой я снял обзор. Да-да, та самая книга, которая в 2019 году, как говорится, обсуждалась в моем видео, а должна была выйти еще в 2017 году. И мы узнали, что Александр Полярный стал литературным агентом. Он, наконец, нашел себе работу и больше не будет выпрашивать деньги на гречку. Под его эгидой, кстати, вышла книга Ромы Желудя. Да. Я думаю, вы прекрасно чувствуете запах отборного дерьмища, когда в воздухе появляется имя Александра Полярного, учитывая количество несостыковок и вранья, которые постоянно ассоциируются с его именем. Начиная от того, что его выгнали из издательства, в котором он сейчас работает, выпускает свои и чужие книги, заканчивая тем, что ему не хватает денег на гречку и лечение. Но при этом у него есть целых два адвоката на всех заседаниях. Интересно, да? Хочу еще раз каждому из вас напомнить о том, что травля — это неприемлемо, ужасно и отвратительно. То, как я отношусь к Александру Полярному, это мое личное дело. Отношусь я к нему нейтрально негативно, не желаю ему смерти, не ненавижу его, несмотря на то, что он потрепал у меня огромное количество нервов и денег было потрачено на то, что действительно много. Но я желаю ему удачи, счастья, радости и так далее и тому подобное, потому что я считаю, что каждый человек этого заслуживает. То, как я отношусь к его творчеству, это совершенно другое дело, потому что это моя работа. А его творчество зачастую вызывает у меня только рвотные позывы. Поэтому я рекомендую вам не кидаться какашками, потому что вы можете промазать, но руки у вас уже будут испачканы. И вот в конце этого ужасного и отвратительного года Александр Полярдо решил нас добить и выпустил новую книгу под названием «Декабрьский вечер». Но самое забавное, что эта книга уже вышла год назад, потому что Александр сам опубликовал ее текст в интернете, чтобы ее могли все прочитать. А теперь она выходит в издательстве и продается за деньги. Возможно, что вы уже видели обзоры на эту книгу у блогеров, но я все же жду, когда книга выходит официально в издательстве, чтобы у меня не было никаких проблем касательно как раз-таки рассказа о том, что, возможно, продается или куплено уже каким-либо издательством. И, опять же таки, когда покупаешь книгу за деньги, у тебя к ней более личное отношение, потому что ты потратился на нее, и мне всегда гораздо легче рассказывать вам о ней, когда на это были спущены какие-то мои кровно заработанные денежки. Немного отличемся от эмоциональности этого видео. Ребятушки, я прекрасно знаю, что перед многими из нас стоит проблема не только в выборе хорошей книги, но еще и ее покупке, потому что книги становятся все дороже, прочитать хочется очень много всего, а мы, увы, не молодеем. Бывает так, что книга, которую мы хотим прочитать, не совсем подходит под формат таскания с собой, потому что это не просто книга, а кирпич на тысячу страниц. А бывает так, что кто-то хочет послушать книгу, а не прочитать ее. В такие моменты мне помогает то, что есть сервисы, которые предоставляют огромный выбор аудио и электронных книг в одном месте. А лучший из них носит название строки. Это сервис, где собраны электронные и аудиокниги, а также подкасты, поэтому вы можете слушать и читать в удобном и привычном для вас темпе. Все, что хотите, новинки, бестселлеры и эксклюзивы, вы можете приобрести как и подписку, так и покупать книги поштучно. Разные варианты подписок тоже есть, поэтому вы можете подобрать ту, которая подходит именно вам. Строки удобны тем, что там все разложено по полочкам, и подборки имеются по абсолютно любой тематике. Например, вам хочется почитать то, что сейчас актуально и популярно в ТикТоке. Пожалуйста, а возможно вас больше интересуют лауреаты книжных премий. Это тоже имеется. Интересно то, что в строках есть не только эксклюзивы, но еще и оригинальные книги, которые выпускаются исключительно на этом сервисе. Вы также можете послушать книгу в моей озвучке, если кому-то хочется, потому что этим летом я озвучил книгу «Алексилл. Найди пять отличий, которые являются эксклюзивами», а также много других новинок, которые вам наверняка понравятся. Приложение строк очень удобно и легко оформлено, поэтому пользоваться им невероятно просто. Все очень красиво и эстетически приятно, поэтому читать и слушать книги там одно удовольствие. Поэтому, ребятушки, если вас заинтересовал сервис строки, то я советую познакомиться с ним поближе, перейдя по ссылке в описании этого видео. Ну, а если же вам хочется сначала прицениться и попробовать, то у меня для вас есть подарок видеформа кода «Энтони», который дает бесплатную подписку на 30 дней в формате «Больше всех». А это самая крутая подписка, если что. Поэтому обязательно попробуйте. Вас в чтении и прослушивании книг это всего лишь пару касаний на экране телефона. А в остальном помогут строки. Конечно же, перед тем, как перейти к основной части этого обзора, мы сыграем нашу любимую и традиционную игру «Сколько страниц в этой книге», правила которой невероятно просты, но я все равно для вас их напомню. Вдруг кто-то смотрит меня впервые. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Добро пожаловать. Вы присматривайтесь, приглядывайте книги, пытайтесь прикинуть или же угадать, сколько у меня есть страниц и пишите сразу внизу в комментариях. И если вы угадали, то поздравляю. Хотя на самом-то деле с Александром Полярным и его книгами все достаточно просто, потому что в этом плане он невероятно предсказуемый. Готовы? Раз, два, три. В этой книге 144 страницы. Мне кажется, что совсем скоро Александр Полярный начнет выпускать книги еще короче, потому что это одна из самых тоненьких и малостраничных книг, которые он когда-либо выпускал. Основную часть обзора мы, как обычно, начинаем с внешних характеристик книги. Оформление этой книги мне невероятно сильно нравится. Оно очень красивое, сказочное, яркое, а потом ты вспоминаешь, что это книга Александра Полярного и начинаешь плакать. Но внутри у нас также имеются иллюстрации. Они нарисованы карандашом, достаточно простые, но в то же время атмосферные и хорошо сочетаются с контекстом и сюжетом этой книги. Над иллюстрациями, как внутри, так и снаружи, работали две художницы, поэтому им огромное спасибо за такую прекрасную работу, потому что это действительно невероятно и, как мне кажется, очень-очень красиво. Внутри все тот же гигантский шрифт. Мне кажется, что в букварях буквы побольше, но это типичный полярный, тут ничего нового, на самом-то деле. Я ожидаю, что в следующих книгах, которые, я надеюсь, больше никогда не будут выходить, но все же у нас, как мне кажется, в будущем будут огромные буквы на каждой странице и в конце мы соберем слово. Декабрьский вечер полярного обошелся мне примерно в 600 рублей, а учитывая, что его книги могут стоить гораздо-гораздо больше, это адекватная цена, пускай и за такое маленькое количество страниц. Сошлемся на прекрасное оформление. Тираж книги составляет 10 тысяч копий, для полярного это гораздо-гораздо меньше, потому что в среднем у него тиражи по 25 тысяч, но, видимо, его наконец-то перестали покупать, хотя я постоянно вижу его книги на выкладках в книжных магазинах. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению внимания плюсов и минусов этой книги, давайте-ка я познакомлю вас с ее аннотацией. Эта история способна пропадить чувства, которые мы скрываем под масками серьезных взрослых. Это книга о любви и преданности, ради которых можно преодолеть целую Арктику. Нет преград для тех, кто по-настоящему верит в чудо. Есть лишь судьба, которую невозможно предсказать. Ауф. На самом-то деле, это довольно типичная аннотация в стиле полярного. Нихуя непонятно, все очень загадочно и завуалировано, и сами поймите, о чем эта ебаная книга. Слушайте, я сам не верю, что могу это сказать вслух, но для уровня полярного и его предыдущих литературных абортышей эта книга подающая надежды и даже в какой-то степени нормальная. Я не знаю, как это произошло и меня пугают мои собственные мысли касаемые этой книги. И даже несмотря на то, что в ней вторичный сюжет, который буквально повторяет сказку о Снежной Королеве и все фильмы о выживании в снегах и льдах, я впервые увидел в книге полярного внятный каркас сюжета. Давайте поговорим о том, что меня порадовало. Я сам охуел, произнося эти слова. Во-первых, сюжет. Он, пускай и глупый, дурацкий, ванильный и в какой-то степени настолько избитый, что уже даже не особо интересно читать эту книгу, но он все же есть. Начало, середина, концовка, завязка, развязка, это все имеется, представляете? И даже смысловая нагрузка присутствует. Я изо всех сил стараюсь не использовать слово «нравится» касаемо творчества Александра Полярного, но меня устроили персонажи в этой книге. Они не раздражающие, пускай глупы, не раскрыты полностью, насколько могли бы быть. Они вызывают в какой-то степени умиление из-за тех качеств и действий, которые у нас происходят в контексте сюжета. Внимание, блядь! Спустя столько лет Полярный узнал, что такое литературные приемы, потому что, внимание, в этой книге есть чеховские ружья. Но знаете, когда в драматургии принцип, что любое, даже, казалось бы, незначительное событие все равно в конце сыграет свою роль, то есть ружье обязательно выстрелит. И здесь эти события присутствуют. К моему собственному удивлению, Вы представляете, насколько я охуеваю от того, что Полярный не просто вбрасывает какое-то дерьмо, а что оно имеет смысл. Да, возможно, этот смысл не совсем адекватный и очень притянут за уши, но имеется же смысл. Представляете, я хвалю книгу за то, что в ней есть смысл, блядь. Ура! Пускай и очень поверхностная, эмоциональная глубина здесь все же есть. То есть, именно подстилочка психологическая, которая, возможно, наведет вас на какие-то мысли, если вам 10-12 лет, но, опять же-таки, на книге стоит ограничение в 12+, поэтому мне кажется, что эта книга не подходит для этого возраста. И это так. Для кого-то постарше это будет не особо интересно. Но что-то вот такое из разряда, боже мой, Полярный узнал, что такое психология, тем более реверсивная, и решил написать об этом пару заметок и добавить в книгу. Примерно такое ощущение у меня было. Я хочу напомнить вам о том, что мы не сравниваем Полярного с другими писателями. Да и вообще с писателями мы его не сравниваем, потому что он отдельная падающая звезда на небосклоне, которая все никак не сгорит в атмосфере. Поэтому его писанину мы сравниваем только с тем уровнем, который он имеет сам. Вы наверняка пребываете в полном ахуе от моих слов, поэтому давайте придем к минусам, пока вы не подумали, что меня пора отправить в дурку. Логика, как и во всех книгах Полярного, как обычно у нас ушла в минус, потому что происходит действительно достаточно большое количество глупых действий, особенно у взрослых, у которых как будто застыли мозги и они совершают такие поступки, за которые хочется пробить себе лицо рукой. Но, мне кажется, это из-за того, что Полярный не понимает, как управлять собственным текстом так, чтобы он шел. Логично. Потому что в его тексте мало, сука, слов. Как я уже говорил, сюжет действительно имеется. Это плюс. Но, это типичный ванильно-депрессивный Полярный, который до сих пор не понимает, на какую аудиторию он пишет, потому что детям это читать нельзя, подростки это читать уже не будут. Он по какой-то странной причине хочет писать о детском, по-взрослому, как Лемонис Никит, например, но у него это никак не получается, потому что ощущение текста и то, как он его прописывает, не соответствуют друг другу, блядь, вообще ни в какой форме. Авторский слог Полярного это пиздец. Он до сих пор пишет, как третий классник, и то, я не хочу оскорблять третий классников, потому что, мне кажется, они его уделают. Постоянные авторские ремарки в скобках, а они там даже не нужны. Размазывание текста по страницам, непонятные детали, какие-то уходы в разные стороны от основного сюжета, и это все не является чем-то значимым. Просто есть, чтобы растянуть, блядь, эту книгу, потому что история, которую он взял, слишком большая в эмоциональном плане для его опыта написания книг. Да, на уровне Полярного, и это не комплимент, эта книга выглядит гораздо лучше, чем его предыдущие работы. Однако, на общем фоне это все еще очень плохо и не дотягивает даже до среднячка. Мотивация у героев тоже довольно сильно хромает, особенно у матери главного героя, потому что расписать настолько вовлекающую эмоциональную историю нужно на большем количестве страниц. А у Александра Полярного текста в этой книге в нормальном формате может быть, будет страниц на 20. Но это все размазывали на 140 страниц, поэтому получилось то, что получилось. Однако, у него не хватает глубины эмоциональной вовлеченности в тексте. Из-за этого все остальное достаточно сильно страдает, потому что он взялся за то, что расписать не может. И просто спиздил шаблоны у Николаса Спаркса и радуется этому. Вам наверняка интересно знать, что же там за сюжет такой, поэтому давайте я вкратце быстренько его перескажу. Декабрьский вечер начинает свое повествование с нашего главного героя, мальчика по имени Даниэль, который уже 10 лет живет на научной станции в Арктике вместе со своей матерью. Мать Даниэля настолько сильно увлечена изучением льдов и океанов, что довольно часто забывает о существовании сына в целом. Но она забрала его от своей матери, потому что сын довольно часто не видел свою собственную мать из-за командировок, но это не значит, что отношения у них стали гораздо лучше. А вот о своем отце Даниэль практически ничего не знает, кроме имени и того, что он является довольно известным борцом за права животных. И вот нашему главному герою Даниэлю уже 15, он все еще живет и учится на научной станции, а мать уделяет ему практически никакого внимания из-за своей работы. Он очень одинок, друзей у него нет, так как до ближайших городов несколько километров, и иногда они там живут, когда станция, собственно, закрыта, а домашних животных в Арктике не заведешь. В какой-то момент со станции уезжают абсолютно все ученые и остаются только Даниэль и его мать, которая очень сильно заболела и уже который день лежит в кровати, не вставая. Даниэль пытается связаться по рации с помощью, но его просьбы о помощи воспринимают как шутку, потому что на станции не должно быть детей. Этот момент для меня крайне непонятен, в тексте он не особо сильно объясняется, но в любом случае почему-то все ученые, включая мать Даниэля, притащили ребенка в Арктику, но, видимо, об этом никому решили не говорить. Даниэль не видит другого выхода из этой ситуации и сам решает отправиться в ближайший город за помощью. Несмотря на то, что на улице полярная ночь, бескрайняя Арктика и метель. По пути, как раз-таки, в соседний город он встречает белую медведицу, которая обнюхивает его, просто уходит. Также он то ли падает в расщелье, но то ли просто уебался облет. Короче говоря, получилось сотрясение головного мозга. И во время как раз-таки этого процесса он видит галлюцинации в виде девочки по имени Звезда, которая его отводит в этот самый город и по пути проводит рефлексию на тему его жизни. Галлюцинация девочки по имени Звезда уходит в поисках медведицы, которую ранее встретил как раз-таки наш главный герой. Называет она медведицу-малышкой. И это все большая аллюзия на то, что мальчик выбрался благодаря полярной звезде, которая находится в созвездии Малой Медведицы. Но мы сами должны были об этом догадаться, потому что полярный об этом нихуя не написал. Даниэль едва добирается до больницы, где теряет сознание, его перевязывают, оказывают помощь, и он сообщает врачу о том, что его матери срочно нужна тоже помощь. Они возвращаются назад. Здесь повествование у нас прерывается, и следующие события мы уже знаем как будто из новостных статей. Маргарет, мать Даниэля, умерла одна на станции, но была известной ученой на пороге важного открытия. Позже другая статья появляется о том, что мальчика с амнезией нашли посреди Арктики. Кто он, где он, что он и почему никто не знает. Но на самом-то деле это Даниэль, которого заставили притвориться потерянным мальчиком, изобразить амнезию, потому что, блядь, так надо было для сюжета. Я до сих пор не понимаю, почему нельзя было сообщить о том, что у известной ученой есть сын подросток. Ну, который, ладно, вырос на этой станции. В любом случае. В чем была проблема? Я не понимаю. Они буквально там прожили 10 лет. Я думаю, все прекрасно знали, что у нее есть сын. Но в любом случае, возвращаемся обратно к сюжету. Опять же, из одной из статей мы узнаем, что Даниэля установил тот самый врач, который ему помогал, и позже Даниэль стал активным борцом за права животных в Гринписе. Книга заканчивается на том, что Даниэль встречается с другим активным борцом за права животных, который, оказывается, смутно на него похож. И мы должны догадаться, что это его отец, про которого говорили в самом начале книги. И именно вот так в конце у главного героя стало два отца. Не очень традиционно. Сюжет, пускай и довольно избитый, клишированный, и в целом напоминает любое творчество полярного, депрессивно-ванильное, имеет место быть, потому что тут видна четкая как раз таки линия от начала и до конца, есть мотивация и даже поднимаются вполне себе серьезные темы. То есть тут я могу сказать, что ура, блядь, наконец-то полярный понял, как писать книги. Когда он научится писать их нормально, это уже другой вопрос. Открытая концовка с воссоединением семьи, это очень притянуто за уши, миленько, в стиле полярного. Текст, который есть в интернете и который имеется в книге, это абсолютно одно и то же. Без какой-либо редактуры, везде эти ебаные скобки с авторскими поправками, ремарками, дополнениями, которые не нужны в тексте, или их можно было туда добавить, не используя ебучие скобки, потому что это нарушает построение предложений. Короче говоря, то, что есть в интернете, вы покупаете за деньги. Какой, блядь, в этом смысл, я не понимаю. Мораль произведения крайне поверхностна, но хотя бы есть какие-то откликающиеся у аудитории полярного темы. Одиночество, принятие себя, конфликты с родителями, отношения с миром и так далее и тому подобное. То есть, хотя бы такое тут имеется, что меня радует именно на уровне полярного, потому что, я напоминаю, все остальные полярны. Как говорится, сначала он, потом уже Ариана Агранда, Леди Гага и все остальные. Здесь очень мало текста. Он никаким образом практически не раскрывается. Да, мотивация у главного героя это хорошо, но мы не знаем, почему мать себя так повела в отношении ребенка. Мы не знаем, куда делся отец. Мы не знаем, как себя чувствовала бабушка. Почему какой-то рандомный, блядь, врач усыновил ребенка, а не бабушке его вернули. Очень много вопросов, которые остаются без ответов. И естественно, что это тебя напрягает, потому что книга очень тонкая. Я прочитал ее за 20 минут. Камон. И из этого вполне себе, если проработать, могла бы получиться неплохая история на 250-300 страниц. Но полярному на это. Поебать! В подобном очень сжатом формате сюжет выглядит нелепо. Даже карикатурно. И я могу назвать вам десяток таких же фильмов, мультфильмов, аниме, книг, рассказов, да чего угодно с такой же нитью развития. Это, блядь, сюжет мультика Балта. Только собаку заменили на человека. Оригинальность и полярный это слова, которые друг с другом никак не связаны. Это уже не в первый раз, когда мы видим, как он вдохновляется чужими историями и пишет нечто свое. Что всегда заканчивается одним и тем же. Смертью и хэппи-эндом через абзац. Вы заметили, что у полярного какая-то нездоровая обсессия со смертью родителей и бедными сиротками. Мне кажется, это странно. Это все еще раз нам показывает то, что Александр Полярный не стремится развиваться как писатель. Даже у Николаса, сука, Спаркса, писатель же от рака так часто не умирает, как у Полярного умирают родители и оставляют за собой след из бедных сироток. Блядь, логика в этой книге это отдельная огромная черная дыра, потому что каким образом все ученые на этой станции куда-то съебались? Эта мать, умирающая там осталась одна со своим сыном, почему нельзя приспособлена для жизни? Учитывая, что мать и Даниэль жили в городах рядом с этой станцией, а ребенки должны были знать, почему на станции не было ни одного средства передвижения. Сани, лыжи, снегоход, машина, собачья упряжка. Есть абсолютно огромное количество средств передвижения, и я понимаю, что на научных станциях, которые оборудованы, потому что они находятся, сука, в центре нигде, блядь, есть возможность добраться до ближайшего населенного пункта. Мне кажется, их бы одних там никто нахуй не оставил. У меня слишком, сука, много вопросов к этой книге, которых быть не должно было. Знаете почему? Потому что этой книге уже год, и ее никто не переписал, на ней никто не работал. Это типичный полярный, блядь, выпустить хуйню, которую ты написал когда-то давно, за две недельки, и все. Кушайте, дорогие читатели, наслаждайтесь, мое уважение к вам послано нахуй. Давайте с вами обратимся к тексту, я зачитаю несколько интересных моментов. Даниэль думает, что для взятия проб или записи наблюдений не нужно так долго стоять на пронизывающем ледяном ветру. Но мама остается у океана, пока ее брови и ресницы не покрываются белой корочкой. Я напоминаю, они, сука, в Арктике. Брови и ресницы белой корочкой льда покрываются за минуту. Сколько она, блядь, там стоит? А? Он собирает по всему дому бумаги маминой записи и в уголках и на полях истерзанных карандашом авторская ремарка чернила замерзают на таком морозе, листов бугрятся волны. Я предполагаю, что у ученых масляные чернила в ручках, которые не замерзают. И я также предполагаю, что вряд ли ученые записывают что-то, находясь на морозе. Скорее всего, они используют диктофон или другую специальную технику. Даниэль забрался в старый бабушкин книжный шкаф, нашел там энциклопедию и начал читать про Арктику. Он был очень смешленый мальчик и в пять лет уже умел читать. Мне кажется, многие дети в пять лет умеют читать. Перед тем, как пойти в школу, детей учат читать. Да? Ладно бы он умел читать с двух лет. Или как только из мамки вышел. В пять лет я уже читал книги. Я что, блядь, тоже какой-то особенный? Даниэль просыпается среди ночи от маминого кашля. Она уже довольно давно кашляет с тех пор, как они вернулись на станцию. Опять же таки, то, что мать сдохла, это ее собственная вина, мне ее не жалко. Это во-первых. Во-вторых, если она, сука, давно кашляет, почему не связываться с помощью заранее по нескольку раз в день, чтобы тебя, наконец, начали воспринимать всерьез? Что за, блядь, дебилизм? О, кстати, очень приятный диалог. А как же с ним дружить, если он здесь, а я там? Дружить можно и на расстоянии, ответил Джон. В дружбе главное не то, чтобы кто-то был рядом, а чтобы ты кому-то хорошо относился и заботился о нем. Я считаю, что если ребенок прочитает эту книгу, чего я не советую делать, то какие-то такие позитивные моменты здесь все-таки встречаются, да, вот такие добрые, милые, и на самом-то деле пускай. О, еще одно приятное предложение на уровне полярного, естественно. Даниэль берет маму за руку пощупать пульс, и волны маминого океана слабо бьют ему в подушечки пальцев. Мне кажется, это вполне красиво. От полярного такой хуйни не ожидаешь. А что у нас в итоге? Для уровня полярного это что-то сносное, и даже вполне себе можно назвать книгой, к моему собственному удивлению. Но опять же, это уровень полярного. Напоминаю, это не комплимент, а скорее звучит, как оскорбление. И если бы он хотя бы старался, прорабатывал, расписывал и вовлекал нас эмоционально в сюжет и в персонажей, то эта книга была бы гораздо лучше. Она была бы крепким средничком. Но, увы, имеем то, что имеем. И если бы не имя полярного, эту книгу никогда бы не издали. Советую ли я вам читать эту книгу? Если у вас имеется 15-20 минут свободного времени, то она доступна в интернете благодаря самому автору. Вы можете прочитать и убедиться в том, насколько правдивы мои слова. В очередной раз! И да, ребята, сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще у меня смотрите. Я вас очень сильно люблю и хочу, чтобы вы узнали каждый материнок день. Не забывайте следить за свои комментарии, потому что что? Правильно, комментарий лучше лайка. Ну и лайк тоже можно поставить. А еще может меня не должно быть услышать. Но, что вы думаете по поводу новой книги Александра Полярного «Декабрьский вечер». Как вы относитесь к его творчеству спустя столько лет и все мои обзоры? Возможно, ежегодная традиция обзоров на книги Александра Полярного когда-нибудь прекратится. Надеюсь. А возможно, он будет выдавать нам книгу на каждый месяц года. Поживем, увидим. Но все ваши мнения буду ждать внизу в комментариях, потому что они для вас всегда открыты и каждый из них для меня на вес золота. Поэтому грех не воспользоваться такой замечательной возможностью оставить для меня парочку прекрасных строк. С вами был я, Данилай. Главное, помните, все остальные сервисы в следующем всех ваших начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Скучаю, по-моему, каждый день. Надеюсь, что мои видео получат в вашу жизнь исключительно положительные эмоции. Вы также можете подписаться на меня во всех доступных или недоступных соцсетях, как вам больше нравится, и тем самым поддержать. Также наш мерч Are You Lost? Baby Girl? И Миш Думать. Подумай, доступны ли вас по ссылкам в описании внизу под каждым видео. Поэтому порадуйте себя и своих близких перед Новым годом. Обнимемся. Идите сюда. Вы же мои хорошие. И пятюни давай. Оп, а меня в щечку. А прекрасно. А мизинчиком давай. О, как хорошо. Желаем вам счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. А мы увидимся совсем скоро на этом же самом месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok